Огромная. Рада всех приветствовать сегодня на вебинаре. Тема такая у нас интересная, интерактивность в обучении детей. Мы сегодня больше будем говорить, наверное, как педагоги, но тем не менее, тема наша финансовая грамотность, и она у нас будет все-таки на первом месте. Те, кто первый раз меня видит, слышит, вы в презентации потом прочитаете. И кратко о себе скажу, что у меня больше 20 лет стажа преподавательского. Немного я буду отвлекаться от камеры. Справа у меня чат, я пытаюсь всегда отслеживать вопросы во время вебинара, но сегодня, может быть, не сразу. Вопросы, если можно, пишите во вкладку, пожалуйста, хорошо? Вкладочка «Вопросы» сразу организационные. По поводу работы. Мы всегда с вами начинаем работать все-таки с примерного перечня нормативных документов. И тема финансовой грамотности у нас тоже представлена документально. То есть вы все уже давно в курсе, да, что у нас где-то с 2007, 2008, 2009, и уже с 2011 года официально у нас реализовывались различные программы и проекты Министерства финансов на территории Российской Федерации. А связано это с тем, что тема финансовой грамотности стала актуальна в начале нашего века, и сейчас она особо актуальна с развитием финансовых технологий, с развитием цифровых технологий. То есть я повторяю каждый раз, что мы с вами носим в наших смартфонах практически все офисы уже сегодня. И поэтому финансовая грамотность охватывает нас всех, мы каждый день с этим сталкиваемся. То есть наличные деньги у нас есть, да, но все больше расчетов занимают безналичные расчеты. И со следующего года, я думаю, что вы уже в курсе, Банк России будет вводить пилотный проект цифрового рубля. То есть когда мы уже с вами сможем, ну я не знаю, в следующем году, ну по крайней мере со следующего года будем наблюдать за этой программой. И сможем посмотреть, что же такое наличные и безналичные деньги, как два в одном по заявлению концепции цифрового рубля. То есть безналичный, цифровой рубль будет в себе воплощать и наличные деньги, и безналичные. То есть мы можем расплачиваться, ну по крайней мере по заявлениям, я сама еще не знаю, как это будет, цифровым рублем даже в отсутствии интернета. Но если он будет у нас в электронном кошельке банка. Итак, наши нормативные документы. Это стратегия повышения финансовой грамотности. Вот с 2017 по 2023 год работает эта стратегия. В рамках этой стратегии разработана карта, дорожная карта мероприятий. И мы с вами здесь находимся именно потому, что в дорожной карте реализации стратегии повышения финансовой грамотности есть ряд прописанных мероприятий о включении финансовой грамотности в обучение, во все уровни обучения, то есть во все уровни образования. В этом году, летом, вы все в курсе, кто школьный учитель, да, то есть у нас приняты федеральные стандарты по школьному образованию, по всем уровням школьного образования. Но я думаю, что вы уже в курсе и со следующего года, с учебного, с 1 сентября следующего года они вступят в действие. То есть внутри каждой программы уже официально прописаны различные ступени финансовой грамотности. Я думаю, что вы уже знакомились с совкосами. Для дошкольных педагогов у нас есть методические рекомендации Министерства просвещения. Вот восьмой пункт. Это экономическое воспитание дошкольников. Очень подробно мы сегодня будем к этому документу еще возвращаться. Прописаны все основные термины, основные навыки, которыми должен владеть ребенок от 5 до 7 лет. Все, что раньше 5 лет, это уже на усмотрение рабочих программ преподавателей. Я думаю, что какие-то занятия, потому что ко мне обращаются преподаватели различных организаций. И у нас введены различные программы, ведутся не только в основном, но и в дополнительном образовании дошкольников. Поэтому здесь мы с вами можем говорить о разных мероприятиях, сценариях. Даже были запросы для детей от 3 лет. Почему? Потому что ребенок у нас живет в семье, а семья живет экономической жизнью. То есть мы каждый день сталкиваемся с финансовой грамотностью. Ну и, естественно, здесь мы говорим о всех методических рекомендациях. Смотрите, не стала сегодня полный перечень перечислять, но мы знаем, да, давайте еще раз пробежимся. То есть у нас есть закон об образовании, у нас есть стратегия развития, у нас есть ВГОС, которым мы руководствуемся. У нас есть методические рекомендации региональных институтов развития образования. У каждого региона свой есть институт образования ИРО, да. У кого-то СКИРО, вот как у нас в Ставропольском крае, у кого-то ИРО, у кого-то... Ну, то есть первые буквы, они будут отличаться. Ищите на их сайтах, есть метод рекомендаций на каждый год, как обучать, в том числе и финансовой грамотности. И есть федеральные методические центры. Вот здесь последний документ. В этом году, в феврале, официально уже распоряжением правительства были утверждены центры развития финансовой грамотности, да, населения. И вот по этим центрам, как ориентироваться? Смотрите, курируют, допустим, дошкольные организации, у нас курируются ассоциации развития финансовой грамотности, ссылочки будут внутри презентации. И курируются Банком России, то есть на сайте различных порталов Банка России у нас будут... Я вам ссылочки тоже там привожу в презентации, и кто не в курсе, можете поднять предыдущие презентации. У нас есть порталы Банка России, где достаточно много различных методических пособий для педагогов. Дальше, школьное образование. Основной центр, который курирует школьных учителей официально, это Федеральный методический центр высшей школы экономики. И у нас еще курируют преподаватели, и подготовка преподавателей, это ранг, ранг, тоже ссылочка будет, при правительстве Российской Федерации. Финансовый университет занимается курированием финансовых консультантов. Вот я только что буквально на прошлой неделе закончила обучение финансовые консультанты-методисты по финансовой грамотности взрослого населения. Ну вот как бы основные центры у нас есть. Ну и в каждом регионе есть федеральные методические центры от Минфина. То есть Минфин тоже, у него создан институт финансовой грамотности и продолжают курировать, Минфин продолжает курировать программу и реализацию стратегии повышения финансовой грамотности. У меня чуть-чуть провисал интернет. Давайте с вами, сегодня я не стала давать определение финансовой грамотности, вы его найдете в стратегии повышения финансовой грамотности. Давайте просто посмотрим, что должен уметь финансово грамотный человек. Мы с вами на каждом вебинаре говорим о том, что у нас есть рамка компетенций, разработанная Минфином и рядом ведущих университетов. В этой рамке прописаны все компетенции по различным темам финансовой грамотности. Ссылочка на эту рамку есть дальше. Так вот, если взять в целом и чуть-чуть сжать эти все компетенции, то можно в принципе сжато представить, как я сегодня вам на графике представила, зачем я это делаю. У нас с вами стоит вопрос обучения финансовой грамотности. То есть мы с вами обучаем. А скажите мне, пожалуйста, поверит ли кто-то нам, если мы сами финансово неграмотные, если мы не уверенно себя чувствуем на рынке финансовых услуг, если мы не умеем разбираться в финансовой информации, не знаем своих прав как потребителей финансовых услуг. Ну и самое главное, формула денег мы не знаем. То есть формула денег – это что? Заработал, сохранил и инвестировал или приумножил при помощи различных финансовых инструментов. Только в такой последовательности работает именно формула денег. Многие сейчас, не владея знаниями финансовой грамотности, пытаются с хвоста забежать этой формулой, да, то есть и пытаться инвестировать. Но так, честно говоря, не работает. И мы это видим по статистике кредитов. То есть люди почему-то думают, что они могут взять кредит и начать инвестировать и зарабатывать какой-то капитал. Но, честно вам скажу, так не работает. И вы видите, если поднять статистику, сегодня не стала ее здесь поднимать, что у нас просроченные кредит, кредитов просроченных, ну, огромное количество. И почти наши просроченные кредиты скоро будут превышать доходы российского бюджета. Это я говорю о просроченных кредитах. То есть достаточно серьезная сейчас проблема. И вы видите сейчас, и кто наблюдает за инвестициями, рынок начал падать. Не только на уровне, ну, как бы мировые цены, рынок, то есть мировой уровень цен. Вы видите, что валюта, то есть доллары растет. Но и на уровне российских компаний, Роснано, если кто-то слышал, да, то есть на уровне облигационных займов есть проблемы. Ну, и как бы надеюсь, что эти вопросы разрешатся без всяких банкротств и отказов от исполнения обязательств. Но здесь за рынком нужно следить. Это для тех звоночек, кто занимается инвестициями, да, для тех, у кого есть какой-то капитал. Это, конечно, сейчас хорошее время подобрать себе инструменты, которые подешевели. Но вот для всего этого нужно обладать вот этими умениями и знаниями, то есть быть грамотным. Мы скоро перейдем к интерактивности. Но радует, радует то, что по измерению индекса финансовой грамотности, вот в 2020 году был последний этап, Банк России измерял, все ссылочки активны, что уровень финансовой грамотности нашего населения растет. И, ну, вот в подтверждение этого можно привести, что в 2021 году, смотрите, вот это буквально в сентябре был опрос на ФИ, вот на этом сайте ссылочка есть. То есть вы найдете много других опросов по финансовой грамотности и по другим направлениям. Мы видим, что люди стали больше доверять. Именно, смотрите, очень большой уровень это, сейчас я указочку включу, это страховые компании и инвестиционные компании. То есть о чем это говорит? О том, что за пандемию люди осознали, что необходимо создавать финансовую подушку, да, то есть потому что, ну, может так оказаться, что работы не станет и необходимо чем-то как бы питаться там и как бы каждый день, независимо от того, есть у нас работа или нет, нам хочется. Поэтому нужно создавать себе различные инструменты и с использованием чего? Страховые компании, почему такое доверие повысилось? Потому что, ну, все-таки страховой рынок работает и страховые компании предоставляют полисы страхования жизни и здоровья, да, накопительное страхование жизни. То есть, но главное в них разбираться и изучать досконально, как эти инструменты работают и как при помощи этих инструментов можно получить финансовую защиту. А не только при получении кредита, да, когда нас обязывают страховать нашу жизнь. Ну, и еще в подтверждение того, что все-таки вот эти все программы, стратегия развития и программы повышения финансовой грамотности от Минфина работают, да, то есть вот буквально этим летом, ну, в разных источниках по-разному, прям опроса не нашла, но нашла ссылки на этот опрос. И вот я вам с сайта Сбербанк Пресс сделала выписку. Смотрите, что люди практически уже 90% хотят учить детей финансовой грамотности. То есть эта проблема уже осознанна, и это осознанно идет потребность в обучении. Причем 82%, а это было опрошено больше 20 тысяч россиян, по данным вот респондентов, больше 20 тысяч было опрошено. 82% считают, что детям необходимы навыки накопления. И мы с вами уже на вебинарах говорили о чем? О том, что навыки накопления, они проявляются только в опыте. То есть если у нас есть деньги, а дети ничем не отличаются, поэтому навыки накопления у детей начинаются с карманных денег. И больше половины, 76% россиян поддерживают эту идею. Вот единственное, только делится здесь уровень этих денег. В связи с тем, что у нас уровень потребления и вообще жизни не настолько высок, здесь мнения разделились, вы почитайте внимательно там в этом опросе. Ну, где-то 50% россиян предлагают уровень карманных денег где-то там от 500 до 1000 рублей. Ну, такая приемлемая сумма, я думаю, для многих семей. Ну, я и по дочке по своей смотрю, что у нас, да, где-то вот там тысяча, ну, вот в этих пределах для первого-второклассника, я думаю, нормально. То есть для того, чтобы ребенок попытался оценить, но это именно его карманные деньги. То есть родители не вмешиваются в эти вопросы. То есть ребенок сам первое время, конечно, да, он может спустить все эти деньги на какие-то там сладости или, ну, я не знаю, лизуны, прыгуны и так далее. Я думаю, вы все в курсе всех увлечений детей. Но иногда, видя вот, ну, как бы отзывы родителей, я понимаю, почему хотят обучить детей финансовой грамотности, потому что сейчас идет очень агрессивная реклама. Причем реклама идет уже не на уровне просто, что она нам кричит и говорит, как это все хорошо, идите покупайте. Нет. Крупные компании уходят в исследование головного мозга, так называемый нейромаркетинг. Если вы зайдете в мои группы, посмотрите, я там вывешиваю различные статьи и исследования. И на уровне головного мозга, то есть изучают центры, какие центры срабатывают, на какую информацию, уже на этом уровне компания разрабатывает рекламу. Поэтому достаточно как бы серьезно стоит вопрос именно осознанного потребления. Ну вот поставьте огоньки, кто сталкивается с такими проблемами, как вот у меня нет денег, я не собирался ничего покупать, но зашел там в маркет, и вот тут акция, тут еще что-то, тут из громкоговорителей, тут вот на этом видном месте был тот товар, который мне нужен. И не сдержался, купил. Купил и потратил даже часть своей подушки безопасности. Я тоже не исключение, тоже иногда неосознанные, да, вот эти неосознанные покупки. Но в последнее время, вот когда ты погружаешься в изучение рекламы, и как она делается, и на что она направлена, то это тоже повышает уровень осознанности покупок. Потому что наша с вами цель все-таки сформировать наш бюджет и пытаться жить посредством, ни в коем случае не в кредит. Почему? Потому что жить в кредит – это, ну, скажем так, политика бедности. То есть она вас к богатству никогда не приведет. А вот если вы даже рубль начали откладывать, потихоньку-потихоньку приучая себя к накоплению, то, о чем говорит, вот смотрите, 82% респондентов, да, то есть учить детей копить, ставить финансовые цели, копить на свои цели, это в будущем приведет к созданию капитала. Пусть он будет небольшой, но он, по крайней мере, вы начнете его создавать и начнете учить этому детей. То есть без, вот, как бы, прожития этого опыта, я думаю, что трудно научить чему-либо ребенка. И в этом проблема. Сейчас дети, они очень чуткие, они намного отличаются от нас, и они идут, и у них есть огромное количество ресурсов, и они идут к наставникам, и не всегда, не всегда, далеко не всегда это школьные учителя. Привела здесь просто термин, да, что же такое педагогическая технология? Это искусство обучения. И вот это искусство обучения, оно должно базироваться на опыте. Сейчас, так как мы говорим об интерактивных уроках, да, об интерактивности, давайте с вами попробуем. Я вам сейчас сброшу ссылочку. Время у нас есть? Есть у нас. Я сегодня пытаюсь в темпе говорить, потому что, ну, как бы попросили, чтобы мы сегодня в тайминг вложились. Я вам сейчас, смотрите, сброшу ссылочку. Для тех, кто с компьютера, вам прям вообще будет просто. Вы можете перейти на вот этот сайт, это Ментиметр. Так, провалилось сообщение. Ушло. Заходите на сайт. Я сейчас этот сайт запущу. Так, запускаю. Ну, давайте вы мне огонечками, у кого получилось войти, огонечками моргните. Я не гарантирую, что мы прям сейчас 100%, там что-то у нас вот прям такое глобальное получится. Что здесь я хочу сделать? Смотрите, финансово грамотный педагог. Кто он такой? Какой он этот финансово грамотный педагог? То есть я здесь маленькую инструкцию. Когда вы заходите на сайт, я сейчас запущу опрос. Добавьте, пожалуйста, ну, максимум там ограничено три слова, как вы понимаете, кто такой финансово грамотный педагог. Так, я запускаю опрос. Сейчас, секундочку. Чуть-чуть. Ну, вот с интернетом у меня не всегда получается. Сейчас, так, ждем участников. Enter. Так, я нажала Enter, можете попробовать. А я запустила другую просто. Сейчас, секундочку. Вот у меня поэтому... Так, финансово грамотный. Так, активный, умный, креативный. Вижу. Так. То есть вы можете в течение, вот пока работает наше занятие, мы соберем с вами такое облако тегов. Я думаю, вы не раз уже собирали, участвовали в такой активности. И по итогу мы с вами посмотрим, кто же такой финансово грамотный педагог. Так. Мы сейчас идем дальше. Начали собирать. Спасибо огромное за участие всем. Ну, вот сейчас и разберемся, что же такое интерактивность. Итак, смотрите. И смысл моего, как бы, посыла. Кто такой финансово грамотный педагог? Вы видели, кто такой финансово грамотный человек. Ну, и как бы, на мой взгляд, финансово грамотный педагог, это прежде всего финансово грамотный человек. Ну, прошу прощения, я пыталась переводить на русский, стоит у меня галочка, но может быть провисает. Там стоит вопрос, да, сайт этот на английском, там можно переключать на русский язык, создавать свои вот такие активные презентации, но не всегда срабатывает. Здесь уже будет зависеть, видимо, от браузера вот эта работа. Честно говоря, боялась перед вебинаром чистить браузер, поэтому может быть на английском. Здесь я просто вам показываю, да, что мы просто собираем мнение. Мне сложно вот читать чат огромный, у нас здесь с вами сейчас, я гляну, 372 человека, поэтому, ну, какие-то другие вот формы, я боюсь, чтобы не сорвался вебинар, поэтому я с вами в чате опросы пока боюсь проводить, чтобы не повисло ничего. В конце я вам покажу. Итак, на мой взгляд, финансово-грамотный педагог, это прежде всего финансово-грамотный человек, который сам научился, ну, понятно, что зарабатывать деньги мы практически там со студенчества, или многие со школьной скамьи умеют, но который не только умеет зарабатывать деньги и тратить их каждый день на свои потребности и даже залезать в кредит. Нет, финансово-грамотный человек, это который заработал, сохранил и приумножил. Вот когда мы пройдем все эти три стадии, я считаю, вот это финансово-грамотный человек, который не подкупается на все соблазны, а умеет управлять своим бюджетом и умеет, ну, скажем так, создавать себе финансовый капитал. Спасибо огромное за участие, коллеги. Я потом покажу, там собирается, да, облако тегов, я покажу в конце, вставлю в какой-то документ, скрин, что у нас получается с финансово-грамотным педагогом. Это будет наша активность на сегодня, но это еще не все. Итак, чтобы проверить свой уровень финансовой грамотности, я вам предлагаю, ну, вот самое актуальное, да, с 30 ноября, то есть со следующей недели, по 16 декабря, запускается всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Ссылочка вот, она на активную презентацию, можете перейти потом и зарегистрироваться. И в этом году, смотрите, есть командный даже зачет, то есть можно будет создать команду и 14, там, и 16 декабря поучаствовать в какой-то, наверное, там даже активности, я еще не проходила, до конца не изучала. Но этот всероссийский онлайн-зачет, он ежегодный, он проводится в ноябре, и вы успеваете в нем поучаствовать в этом году. И отдельно, если кто-то из вас уже имеет предпринимательскую деятельность, можно поучаствовать даже как предприниматель. В чем суть? Суть в том, что вы как бы актуализируете ваши знания и посмотрите, где у вас есть пробелы, и их быстро восстановите, благодаря тому, что пройдете вот такой тест. Идем дальше. Что же такое интерактивное занятие? Вот на Минтикоме я запустила второй опрос, он тоже у меня активный, сейчас я вам сброшу ссылку в чат. Так, сейчас, секундочку, потому что с презентацией не все могут зайти, но те, кто смотрят с компьютера, могут, конечно, по QR-коду зайти. Что же такое интерактивное занятие? Кто не может зайти, просто мне можете в чат написать плюсиками, да, или огонечками. Я по огонечкам буду смотреть вашу реакцию. Кто на Минтиком не сможет, допустим, зайти. Там на Минтикоме у нас стоит три вопроса. Что такое интерактивное занятие? Первый ответ – это педагог, когда педагог делится информацией. Если кто-то согласен с этим, нажимайте огонек. Второй ответ на этот вопрос. Так, вижу, кто-то согласен с этим ответом. Хорошо. Второй вариант ответа – это когда педагог общается с детьми, то есть дает информацию и получает от детей обратную связь. Если кто-то согласен с этим вариантом, ставьте плюсики или огонечки. Так, не заходит. Сейчас, секундочку, я еще раз посмотрю. Посмотрю, у меня активировано. Сейчас, секунду, я, возможно, не запустила. Так. Все, я запустила. Можете отвечать на Минтикоме. Там очень ограниченное время, потому что там 15 секунд на ответы идет. А мы с вами здесь в чате еще поддержат. Все-все, активировала опрос. У меня запустился. Ага. Итак, и третий вариант ответа у меня был такой, что это педагог создает образовательную среду. Да, молодцы, 21. Вот у меня ответ, что это третий вариант. И здесь у нас огонечков. Да-да-да, спасибо. То есть мы все с вами понимаем, что у нас есть пассивная модель обучения. Вот если я вам просто читаю вебинар, но сегодня я вас уже чуть-чуть вовлекла, да. То есть это пассивная модель обучения. Когда вы просто пришли, прослушали лекцию, ушли. Нету здесь никакой активности. Вот даже я показала, что ребенок тянет руку, но нету, нет, обратной связи нет. У нас есть активная модель обучения, да, когда вы получаете информацию, ну или мы с вами получаем информацию, и мы можем с учителем, ну или с лектором, со спикером обсудить эту информацию. Вот сегодня у нас с вами активная модель обучения, да, то есть когда я вас пытаюсь от вас получить обратную связь. Но это еще не совсем интерактив. Что же такое интерактив? Если брать от английского, да, то есть интеракшн, взаимодействие, друг на друга, то есть это создание такой образовательной среды, в которой, если мы говорим сейчас о дошкольниках, школьниках, студентах, вот, ну, о нас с вами как учениках, то есть мы идем сейчас, я о себе даже говорю, я иду сейчас на какие-то курсы или на какие-то вебинары, а именно из-за образовательной среды. То есть если я четко представляю, что я не просто прослушаю этот материал, я его могу, извините, сейчас взять где угодно материал, просто прочитать, не тратить время, или зайти на какой-то ресурс и прослушать, видеосвязь и посмотреть, я прихожу учиться. Мне очень интересно вот именно интерактивное обучение, то есть взаимодействие учеников. Посмотрите, в чем интерактивная модель у нас обучения. То есть учитель создает такую образовательную среду, в которой он не просто обменивается информацией с учениками, а он создает среду, в которой ученики друг друга учат, то есть они друг к другу взаимодействуют. И такие вот технологии, которые можно использовать вот в этих занятиях, это игры, всеми нами любимые игры, различные виды квестов. Я сейчас не говорю про онлайн-квесты, я говорю сейчас о квестах, ну, можно это понять как, ну, допустим, станционные различные игры. То есть когда вы строите какой-то путь, который должны пройти участники на разных там станциях, станции называете по-разному, очень любят вагоны всякие делать, то есть вагон там одних знаний, других третьих. Сейчас мы кратко перейдем к этому. Это мозговой штурм. Вот, например, сейчас первый вариант, да, когда мы пытаемся вернуться к нашему финансово-грамотному педагогу, когда я вас попросила по максимуму набрать вот это облако тегов, и оно у нас уже получилось, да, и работает. Ой, только оно у меня чуть-чуть, фон другой, но немножко еще продолжают добавляться слова, я в конце вебинара вам его вывешу. Так вот, мозговой штурм предполагает по максимуму, когда мы, не обращая внимания на то, что реализуется это, не реализуется, вот просто выдаем по какой-то теме максимум информации, и только потом, когда мы записали все наши высказывания, да, нашей команды, потом мы начинаем анализировать и приходим к какому-то выводу. Это может быть, ну, какой-то идейный штурм. Если мы говорим сейчас о дошкольниках, можно, ну, по какой-то теме там что-то придумывать с ними. Ну, я не знаю, давайте создадим супермаркет. Какие отделы у нас будут в супермаркете? Давайте сначала вот обсудим, какой супермаркет мы будем создавать. Если мы играем в магазин. И вот дети все предлагают, да, различные отделы, выписываем их, все записывает учитель. Потом обсуждаем, что мы можем себе позволить создать из того, что у нас есть в наличии. Ну, то есть какие игрушки есть в игровой комнате для того, чтобы создать супермаркет. Какие отделы можем себе позволить создать. Вот, как бы приходим, приводим детей к такому уровню, что дети сами, сами попытались, ну, вот, как бы при помощи мозгового штурма придумать вот этот формат супермаркета. Ну, это я говорю о детях 5-7 лет, когда мы уже можем с ними все-таки попробовать общаться. То есть не нужно проводить такое навязывание информации. Слушайте детей. Дети сейчас очень раскованы. Они вам расскажут все сами, да. То есть поэтому нужно строить таким образом занятия, если мы говорим об интерактивности, чтобы дети тоже обучали друг друга и нас в том числе. Потому что ребенок, он абсолютно по-другому сейчас смотрит. Он вас может, ну, совсем с другой стороны, вы можете посмотреть на различные темы. Я просто знаю, о чем я говорю. Я все время с дочкой общаюсь. Она меня иногда в такие темы посвящает. С такой стороны, что я бы никогда сама с этой стороны не посмотрела на эту тему. Вот как обучение финансовой грамотности через различные там игры. Например, недавно вопрос об игре. Вот Алиса, да, в Яндексе. Алиса. И там, оказывается, есть какие-то... Я уже сейчас не вспомню. Ну, в общем, не только фирмы игры, а там какой-то кафе, какой-то магазин и так далее. Ну, поизучайте самостоятельно. Эти игры есть. Их можно, ну, вот не в учебном формате, а дома с детьми, я думаю, что можно обсуждать. Это очень обучающие игры с точки зрения финансовой грамотности, ну, управления уже даже своим бизнесом, да, как бы. А это тоже у нас управление капиталом. Круглый стол, деловые игры, ну, это уже для детей постарше, это уже для, ну, как бы средняя школа, это уже студенты, очень форматы интересные, ну, мозговой штурм в том числе. И различные проекты. Сейчас, я думаю, вы в курсе, да, что у нас и в дошкольном образовании, то есть проектная деятельность, проектная деятельность. А что же это такое? Это полный интерактив. То есть когда вы не просто даете задание на дом, допустим, и там дети с родителями что-то делают, нет, здесь формируется какая-то образовательная среда. Если мы даем сейчас задание на дом, над каким-то проектом, ну, я не знаю, охрана природы, да, а если мы говорим, ну, о финансовой грамотности, ну, изучение каких-то там, ну, может быть, платежей, да, то есть, допустим, какими платежами, какими технологиями пользуются в семье, то есть наличные деньги, а если безналичные, то как? То есть можно вот, ну, уже для более старших детей, там, 5-7 лет, вот эти вопросы обсуждать, делать какие-то семейные проекты, но тогда учитель должен не просто на бумаге собирать эти проекты. Я просто знаю практику, изучала за весь год практику различных преподавателей дошкольных учреждений. Так вот, Дашко многие делают, ну, такие проекты интерактивные, проекты мультимедийные и проекты с удаленным доступом, то есть в различных программных продуктах создают такие плакаты интерактивные, где участвуют семьи с детьми. Сейчас примеры не приведу, но вот это Дальневосточный округ, очень много таких примеров, вот я участвовала в вебинарах Банка России, на сайте АРФГ был недавно, методические четверги, кстати, на сайте Ассоциации финансовой грамотности, зайдите, обязательно зарегистрируйтесь на методические четверги, там и для школьных учителей, и для преподавателей вузов, и для дошкольных педагогов очень много информации. Ну, естественно, уроки с применением вот различных мультимедийных средств, но здесь, если мы говорим о дошкольном учреждении, да, у вас есть САНПИНы, сколько, коллеги, ответьте, пожалуйста, сколько минут в день может ребенок с применением именно видео, аудио, потому что я от коллег слышала САНПИНы, там что не больше там 10-15 минут в день, я не могу сейчас вам на нормативный документ сослаться, не поднимала эту тему, но я просто знаю, что есть, да, вот 15 минут беспрерывно, не больше пяти даже многие, ну, то есть вот я знаю, что да, что 15 минут вот это самый максимум, поэтому здесь мы вот этой сильно не увлекаемся, да, интерактивностью, мы говорим об интерактивности, когда мы работаем в группе с детьми. Если мы говорим со школьниками, то уже немножко больше, наверное, времени, потому что школьники даже онлайн обучения, то есть удаленное обучение, уже проходят с первого класса, к сожалению, в условиях пандемии, поэтому здесь я смотрю на чат, поэтому отвлекаюсь от камеры, сразу приношу извинения, и смотрю на время, потому что у меня сегодня как бы чуть-чуть ограничено, то есть поэтому я рассказываю в темпе. Итак, перечень базовых, вот на что мы обращаем, когда начинаем разрабатывать занятия. Мы поднимаем методические рекомендации Министерства просвещения, я вот вытащила таблицы из этих рекомендаций, очень подробные рекомендации, с обзором всей вообще практики за все эти годы, поэтому если вы поднимете именно эти рекомендации, ну в принципе вам ничего больше поднимать не надо, там все программы рассмотрены обзорно, ссылки на все программы есть, на литературу есть, для родителей тоже есть источники литературы, и вот мы обращаем внимание на базовые экономические понятия, то есть с чего начинаем разработку любого занятия, интерактивное это будет занятие, либо это будет в каком-то другом формате занятие, то есть мы обращаем внимание на базовые понятия, и чем, то есть описывая, описание базовых понятий, то есть какими навыками ребенок должен владеть. Ну вот 5-6 лет это старшая группа, правильно? Мы говорим о том, что вводим, вот ничего нового, посмотрите слева, в принципе я думаю, что обо всем этом, вы все равно с детьми говорили, и до введения вот всех стандартов по финансовой грамотности, ну вот рекомендации обучать детей финансовой грамотности, просто с точки зрения, мы говорим с точки зрения основных навыков, то есть мы живем в обществе, в государстве, человек, чтобы получить заработную плату, да, чтобы получить деньги, он должен что-то создать, а чтобы что-то создать, нужно учиться любым профессиям. То есть начинаем всегда в любом случае с профессий, переходим к тому, что за каждый труд платятся деньги, просто единственное, не забывайте, что здесь можно сейчас расширять, то есть есть примеры детей 5-6 лет, ну понятно, с согласия родителей, которые уже самостоятельно зарабатывают деньги на всяких блогах, рекламных, ну таких рекламных заработок, поэтому здесь мы добавляем, что у нас есть еще профессии современные, это предпринимательство, это блогерство, ну и так далее, да, то есть в данном случае можно поизучать и интересно вот эту тему преподнести, можно проиграть интерактивно, то есть поиграть в профессии, здесь, ну, вариантов масса, если это интересно, будет подробнее, приходите в группу, будем обсуждать, там ссылки на втором листе презентации на мои группы, и в конце я вам тоже сброшу. Вот тема деньги, монета, купюра, доход, заработок, зарплата, ну, как бы такое понимание, о чем мы говорим? То есть мы говорим о том, что дети должны разбираться в современных средствах платежа. В данном случае, обычно в детском саду, ну, я не сторонник того, что я смотрела многие программы, изучала, так вот в некоторых программах там просто берут, знаете, как бы вот эту всю рамку финансовых компетенций и пытаются детям об этом рассказать. Не надо, мы спускаемся на уровень детей 5-6 лет, что они могут понимать, да, вот в этой теме. Понятно, что мы им, ну, с разных точек зрения, там и сказки, и спектакли, и так далее, но можно вот основное проиграть, я чуть-чуть иду дальше, то есть перечень базовых финансовых, экономических понятий, я думаю, что все уже точно знают, потому что я почти каждый вебинар об этом говорю, ищем в методических рекомендациях, это педагоги доу, дошкольных образований. Ну, и переходим к интерактивным технологиям. Итак, у нас с вами занятие, да, я хотела на примере, допустим, магазина, давайте на примере магазина, знакомство с деньгами. То есть, во-первых, можно вообще начать с темы натурального обмена. Здесь нужно включить, как бы чуть-чуть фантазию, попытаться с детьми, это будет достаточно такая сложная тема, можно о ней просто рассказать, а можно включить интерактив. То есть мы рассказываем детям, что такое натуральный обмен, историю появления вообще денег, это вот в эту тему, да, история появления денег. Сейчас дальше там я вам ссылочку дам, где можно очень-очень красиво об этой теме рассказано, красочно, если весь материал поднять, скачать и подготовиться, то можно вот прямо из этого курса взять как бы материалы. Когда мы говорим о натуральном обмене, мы можем просто показать детям в группе, как сложно, ну, дать каждому какую-то вещь или игрушку, но здесь нужно, еще раз говорю, включить уже фантазию и попытаться составить такую задачку, да, то есть детям, то есть каждый ребенок должен обменять и получить другую игрушку, да, то, что он хочет. И через несколько вариантов обмена. Я думаю, что для 5-7 лет, ну, можно такую игру устроить, даже для первоклассника, второклассника. Кстати, вот примеры таких заданий есть на сайте учи.ру, вот в рамках финансовой олимпиады. Если вы заглянете, то в рамках финансовой олимпиады вот такие примеры интерактивных заданий есть. И есть такие же задания в программах, сейчас навскидку не скажу, но есть вот задания в программах по финансовой грамотности для дошкольников. То есть когда мы показываем детям, что при помощи натурального обмена нам очень сложно достичь своих конечных целей, да, то есть получить ту игрушку, ну, или ту вещь, которую нам хочется. Потому что, например, она есть у Пети, но Пете не нужно то, что есть у меня. Пете нужно то, что есть там у Васи. И вот таким образом попытаться показать детям, что без денег очень сложно. И перейти к следующей теме. Ну, понятно, что это не в одном занятии будет, да, хотя, ну, кратко, если можно, конечно, какое-то одно занятие, но я думаю, детям будет сложно это воспринимать. Вот 5-7 лет лучше разбить это на тему, то есть натуральный обмен познакомить, следующее занятие познакомить с монетами, допустим. Есть сейчас очень много недорогих касс, когда монеты, именно российские монеты, ну, в виде пластмасс сделаны, не знаю, как по Санпину там можно или нет, но я думаю, 5-7 лет, это уже как бы там обычно детям до 3 лет нельзя, вот эти мелкие как бы монетки. Здесь уже можно. А можно купить прям комплект монеты, банкноты, пластиковые карты, уже прям сейчас есть в комплекте. Можно просто, если это опасно, ну, как бы можно на бумаге вырезать, да, подготовить такой раздаточный материал и поиграть уже потом в настоящий магазин. Причем, еще раз говорю, вот эта игра в магазин можно разбить с разных сторон. Во-первых, пусть дети поучаствуют в создании самого магазина, в придумывании отделов, потом в наполнении этих полок, а потом поиграть в разбить, допустим, детей на разные команды и уже проиграть здесь тему, вот о чем мы говорили. Эта тема уже даже вот 6-7 лет, это потребность капризы, желания, да, то есть отдельные команды, это отдельные семьи, которые создают свой бюджет, да, то есть корзину. Это можно поиграть, вот здесь богатство, бедность, жадность, щедрость проиграть, покупка цена, ну, то есть практически большинство тем и даже рекламу можно все здесь проиграть. И вот они познакомятся с этими магазинами, криосками, ларьками, то есть разные варианты занятий можно познакомить детей, во-первых, то есть цель вообще этой игры, ну, во-первых, познакомить с расчетами, да, это математика, 5-7 лет, это уже основы математики, там до 10 можно придумать какие-то игровые моменты. Это познакомить детей с навыками покупок и познакомить детей, сейчас я вам сброшу ссылочку, мне очень понравилась книга, я эту книгу... так... сейчас я вам ссылку сброшу, эту книгу тоже недавно купила, потому что сейчас, ну, делаю, как бы, обзор разных программ, вот ссылочка на книгу, просто даже если вы ее там покупать не собираетесь, просто зайдите, почитайте, это можно скачать или послушать вступление к этой книге, то есть суть книги в том, что уметь зарабатывать, накапливать, и потом тратить не просто на сиюминутное желание, а на свои потребности, да, то есть прорабатывать тему потребностей. То есть с темой магазин, я думаю, что можно и придумать интересные игры и с младшими школьниками вот на эту тему, то есть проиграть вот эти навыки покупок, потому что многие дети, ну, до 7 лет, навряд ли дети сейчас там ходят, тем более, вот в современной, да, обстановке, в пандемию ходят там как-то самостоятельно в магазин, но в школе навыки покупки в школьном буфете и так далее, то есть им эти навыки нужны. То есть мы говорим о функциональной финансовой грамотности, то есть о той грамотности, которая нам будет необходима каждый день. Да, детей... Да, 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 вот Ольга, Ольга делится. Спасибо огромное. Да, действительно, вот я просто по дочери смотрю, как вот они эти навыки приобретают. Вот уже почти полтора года прошло, да, то есть как бы вот в буфете покупки. В разных школах же разные правила. Мы, например, открыли банковскую карту, но картами в школе можно расплачиваться, только перечисляя деньги на телефон, то есть прямой карточкой нельзя пользоваться. НФС платежами тоже. Для детей первого-второго класса это сложно еще перечислить, зайти в онлайн-кабинет банка, перечислить деньги на телефон, ну, то есть это сложновато. Поэтому они расплачиваются в основном наличкой, что, ну, не очень гигиенично, да, на мой вот взгляд. Поэтому вот этим вот навыкам ежедневных расчетов, навыков ставить свои цели, достигать этих целей, то есть накапливать какие-то деньги на свои покупки, ну, вот эта книга мне очень понравилась. На примере такого маленького зайки и его зайка Лэнда, где он живет, и их деньги у них там морковки, просто и понятно для дошкольников объяснена вот эта вот позиция накопления. Так, что у нас по времени, так, у меня уже лимит, поэтому я очень-очень быстро. Смотрите, для дошкольников, я буквально на прошлое взяла прям слайд из прошлого вебинара, я говорила о курсе «Юный финансист». Ну, поднимите, пожалуйста, это и для детей 5-7 лет, но я думаю, что те, кто для младших школьников, этот курс тоже очень классно использовать. Смотрите, вот эти все первый, второй, третий, четвертый, пятый день, это все файлы скачиваются, там есть и сценарий этого урока, и вот видео интересное об истории денег, и карта там есть, как появлялись деньги, да, то есть можете как бы пройти, поизучать, скачать эти материалы и применить их, ну, встроить их в свой учебный процесс. Дальше очень рекомендую, опять-таки, и дошкольникам, и младшим школьникам вот этот именно интерактивный мультфильм про бобренка. Чем же он интерактивный? Смотрите, слайд сделала. То есть во время мультфильма обыгрывается ситуация, что бобренок может поступить так или так, и ребенку предлагается, а можно это прямо с группой просмотреть, да, и посмотреть там мультфильмы в где-то минут 7, максимум 10, ну, там даже нету 10 минут, каждая серия, там всего 12 серий в этом мультфильме, то есть предлагается принять решение. Поэтому я считаю, что этот мультфильм можно, вот, и там есть, смотрите, заходите, скачивайте, там есть вот в каждой серии методические рекомендации и для родителей, и для учителей. Пока вот этот мультфильм доступен в бесплатном доступе, как и курс «Юный финансист». Да, класс. Вот Валентина делится, что проводила игру «Форт Боярд». Здорово. Тем более, когда есть раздаточный материал. Да, я поэтому говорю, сейчас раздаточного материала можно самим готовить, можно купить недорогой. Ну, и здесь ссылки я привожу, вы это все посмотрите, скачаете. Я хочу немножко про школу еще поговорить. Коллеги, еще раз напомню. Так, что у нас есть в ГОС, да, со следующего года, ну, там строго по дисциплинам расписано, но мы можем проводить вот с начальной школой просто внеурочные занятия, просто классные часы, какие-то интересные игры. Можем создать при школе кружок по финансовой грамотности. Я знаю, что многие это создают. Но вам в помощь, да, вот то, о чем я говорила. Это Институт стратегии развития образования. Здесь есть Центр оценки качества, и мы уже, говоря о школьных учителях, о чем мы говорим? Я думаю, что 15-летние, да, подростки, то есть учителя, которые занимаются обучением в средней школе, они уже знают, что готовятся к оценке качества образования по международным стандартам ПИЗа, и мы говорим о том, что внутри этих международных стандартов зашита именно функциональная грамотность, в том числе функциональная финансовая грамотность. Поэтому вот здесь вы можете эти примеры, да, то есть задания скачать по функциональной грамотности на сайте. На сайте Высшей школы экономики можно и пройти курсы, записываться, но я так понимаю, что там лимиты, потому что это бюджетное финансирование, то есть бесплатного образования у нас нет. Мы либо за счет бюджета что-то, чему-то обучаем, ну, либо самостоятельно платим, да, то есть коммерческие курсы. Вот в данном случае при федеральных методических центрах можно попасть в программы по обучению финансовой грамотности педагогов за счет бюджета, но они лимитированы, и я так понимаю, на всех вебинарах говорится о том, что нужно заранее подавать заявки через методические, региональные методические центры. Поэтому здесь уточняйте у руководства ваших школ и садиков, как вот эта система работает и как попасть в эти программы. Вот здесь два центра, это Российская Академия Народного Хозяйства и Высшая Школа Экономики, ссылочки я привожу. И то, о чем мы говорим, вот она рамка финансовых компетенций, здесь я взяла ее для школьников, да, она такая же для взрослого населения, только внутри этой рамки расширяются знания, умения и навыки работы, вот принятия решений. То есть отталкиваемся опять-таки от того, чем должны мы владеть, да, то есть какие знания, какие навыки у нас должны быть внутри каждой темы. И уже внутри каждой темы мы под каждую тему выбираем наши варианты проведения занятий по этим темам. Если брать в ГОСы, то в принципе все эти темы прописаны по каждому уровню школы, то есть вы можете как бы вот для начальной школы, да, то есть мы говорим ориентировать на рамку, но для начальной школы мы ориентируемся еще, ну, где-то до 15 лет, да, то есть мы ориентируемся на ВГОСы. Во ВГОСах все эти уровни, в принципе, по дисциплинам прописаны, можно почитать, посмотреть еще как бы ориентир на федеральные и государственные стандарты. И сейчас эта рамка пересматривается. Когда мы говорим о студентах, то мы, вот старшие школьники и студенты, 100% ориентир на эту рамку. И уже студенты высших учебных заведений ориентир на рамку взрослого населения, там тоже есть ссылочка на сайте Минфина. Идем дальше. В помощь, да, уже всем, то, о чем я говорила, это проекты финансовой культуры, это проекты финансовой грамотности, ну, вот от Банка России, это финансовая культура, одни финансовой грамотности. Там, вот на финансовой культуре для дошкольников и школьников информация. Дни финансовой грамотности, это в основном для школьников лекции, для студентов. Ассоциация развития финансовой грамотности, очень широкий спектр мероприятий, заходите на сайт, знакомьтесь. Сайт Мои Финансы, портал Мои Финансы, стал работать в новом формате, тоже создана библиотека, и зайдите, пожалуйста, там очень интересный раздел, мероприятия, кроме библиотеки, мероприятия по регионам. Портал «Хочу, могу, знаю». Вот здесь вы можете прокачать все свои, ну, скажем так, знания и навыки. Там есть и материалы, и тесты, есть библиотека для школьных, для детей. Образовательные проекты ПАК, отдельная, интерактивная, да, то есть они сейчас проводят. Раньше было много бесплатных мероприятий, потому что в рамках проекта повышения финграмотности выделялись гранты. Сейчас многие проекты закрыли свой бесплатный доступ. И вот образовательные проекты ПАК, у них свое сообщество, есть преподаватели, можно у него вступить. Есть платные курсы, есть еще доступ к бесплатным. Пользуйтесь, я думаю, пока доступ есть к бесплатным, можно пользоваться. Есть классные платные сейчас проекты, тоже о них поговорю. Вот я здесь перевела проект финграмм, на условиях, что я сейчас работаю в команде этого проекта над школьными, для школьников 12-15 лет и 8-12 лет именно по проектной деятельности, то есть по предпринимательской деятельности программа сейчас прям вот создается и работает, и уже у команды больше 20 филиалов. Так, еще отдельный проект, это вот игры Банка России, Dual игра, я думаю, вы должны знать этот курс. Это то, о чем мы говорим, об создании интерактивной среды. То есть если вы хотите интерактивно работать с детьми, но у вас как бы не хватает знаний, пожалуйста, вот они вам ссылки, пользуйтесь. Вот тоже классная, кстати, вообще интерактивная игра, но здесь нужен проектор, компьютер, зайдите, можно скачать, можно поучиться. Это для школьников от 9 до 15, кажется, лет. Тоже очень интересная игра. Здесь прямо интерактив, то есть интерактивный пол высвечивается, если через проектор. Очень много образовательных продуктов. Разработано Сбербанк, вклад в будущее, фонд «Вклад в будущее». У них прямо есть навигатор образовательных продуктов по финансовой грамотности. Заходите, изучайте. Там можно скачивать. И вот этот курс «Юный финансист» тоже от этого фонда. И в проекте «Пакт» есть отдельно вот эти станционные игры. Можно просто как примеры брать и разрабатывать. Ну и говоря о дополнительном платном образовании, еще раз говорю, очень много классных сейчас программ для детей. Вот мне очень этот проект понравился. Я с ним познакомилась еще в прошлом году на конкурсе «Едкранч», когда они подавали. Мы оценивали как эксперты эти курсы. Можно у них купить франшизу. То есть заходите, узнавайте. Если кто-то хочет, ну внутри уже существующих, лучше, конечно, внутри существующих детских центров расширять линейку продуктов именно по финансовой грамотности. Я думаю, это лучше, ну с точки зрения, вот я вам говорю, именно как бизнес-аналитика, потому что с нуля открывать центр можно. Да, классно, но он будет дольше окупаться, особенно сейчас в пандемию придется больше. Так, и очень классный сейчас марафон начался вот в рамках клуба семейного «Деньгинскит». Вот у них есть сайт. Так, я не привела, но не смогу сейчас вам сбросить по-быстрому ссылочку. Здесь у них сейчас 23 ноября запущено в Инстаграме, в их профиле. Ну в нашу группу зайдите, там была ссылка на прошлой неделе на этот марафон. Они запустили марафон для родителей и подростков по финансовой грамотности. Очень классное мероприятие. Ну, мне очень нравится. Вот такой формат. Здесь дети сами обучают детей, да, то есть те дети, которые научились сами зарабатывать деньги на своих проектах, они работают как бы вот в этом направлении. Сейчас еще один проект начал, ну такой прям старт у него сильный, это «Бизнес Фокс». Для детей тоже они даже передачу на телевидении там устроили. Ну, с ним я еще мало знакома, ну как бы там интерактивность тоже высокая, это тоже платный проект. У меня, коллеги, все. Я попыталась уложиться в тайминг. Если есть вопросы, я сейчас попробую быстро ответить, но я вас приглашаю. Давайте я вам скину ссылочки на свои группы. Вот эта группа ВКонтакте «Финансовая грамотность педагогов и родителей». Можете регистрироваться, ну, чтобы не потеряться, если у вас есть какие-то вопросы и презентации я в этих группах всегда вывешиваю после вебинаров. В Инстаграме меня, ну, в смысле я есть, но я еще свой профиль не переоформила. У меня там хобби раньше было, я цветочки вывешала. Пока я еще в Инстаграме не переоформила. Но кто хочет, ну, прямо вот, и знает, что он сможет работать, ну, вот как бы как мастер-майнд группа, сейчас я вам сброшу, попытаюсь сбросить, да? Не, не сброшу, не могу сейчас я ссылки, ну, не сброшу. Это на Телеграм-канал, я создала там Телеграм-канал «Нескучные финансы», там только по ссылке пока можно присоединиться. Ну, это для тех коллег, кто хочет и может чем-то делиться, да, то есть работать как бы вот именно интерактивно. То есть я буду в будущем создавать курс, и вот там в группе мы с педагогами согласились поработать вот в таком интерактиве. Коллеги, спасибо огромное за вашу работу в чате. Так, вопросы. Я не вижу вопросов. Если вопросов нет, пожалуйста, проходите в группы, в группе можете задавать ваши вопросы. Спасибо огромное. До следующих встреч. У нас с вами в декабре. Следующая встреча 21 декабря. Если вопросы появятся, приходите в группу, задавайте. Так, пока вот я не увидела. Да, и я обещала ментиметром поделиться. Ну, давайте я уже в группе доработаю эту презентацию, добавлю то, что мы сегодня проработали в эту презентацию и вывешу ее в группе ВКонтакте и в Фейсбуке. Спасибо всем огромное. До встречи.